Что вы думаете о самосожжении в городе Ишимбай? Это чудовищное совершение. Я не стал ставить эту тему, не стал показывать видео. Сергей Смирнов в эфире нашего канала подробно об этом говорил. То же самое, безнадега, невозможность добиться никакого результата. Кто ходил в российский, советский суд, он же видел это много раз. Даже если вы сто раз правы и судитесь даже не с Путиным, ни с Медведевым, ни с мэром города, а с какой-нибудь управляющей компанией, да вы никогда не выигрываете у нее суд. У вашего ДЭЗа, у какого-то заммыра города, который очевидно незаконные действия делает, вы никогда не выиграете у них суд. Невозможно добиться правды в российском суде. Невозможно добиться правды с чиновниками. Вот единственная существует штука – прямая линия Путина. Нужно нам дозвониться. Или нужно передать какую-то папочку. И тогда, если будет счастливая звезда, блеснет где-то в невесах. Путин скажет на прямой линии, а почему там в городе Ишимбай что-то случилось? Пожалуйста, исправьте ситуацию. И губернатор пойдет исправлять ситуацию. В противном случае ничего не получится. Но человек пошел себя сжег. Это чудовищная, ужасная ситуация. Что тут можно еще сказать? Джеффри 666. Постоянно, я вижу, человек задает эти вопросы. Есть важное предложение по забастовке. Подавать жалобы, петиции, бессмысленное обращение в административную систему, чтобы нагрузить ее. Одна из форм мирных протестов. Наша забастовка складывается из трех факторов. Не ходим на выборы, агитируем на выборы, но наблюдаем за выборами. И, конечно, в рамках наблюдения мы намерены и построим беспрецедентную систему наблюдения за выборами. Мы, конечно, будем генерировать огромное количество жалоб. Причем не пустых. Не для того, чтобы жалобы ради жалоба. А весьма обоснованных, потому что нарушения происходят постоянно. Ну, господи, зайдите, посмотрите в телевизор. Совершенно просто открытая агитация за Путина. Каждую секунду, каждую секунду. По 50 минут в новостях говорят только про него. А, конечно, мы будем всем этим заниматься. Алексей Анатольевич Андрей Шивандо спрашивает меня, а хотели бы вы себе яхту? Вот я не уверен, что хотел бы яхту, потому что, во-первых, нужно уметь ей как-то управлять. Во-вторых, это ужасно дорогая вещь в обслуживании. Яхта, это как, знаете, подарили в Индии раньше белых слонов. Тебе подарили белого слона, и ты разорялся на ее содержании. Мне совершенно точно не нужна яхта, потому что мне непонятно, что с ней делать. А жену мою укачивает. Поэтому я не уверен, что для нас отдых на яхте был бы какой-то особенно комфортный. Ну, хотя, было бы, безусловно, интересно однажды сплавать. Между прочим, как-то мы считали, что когда ты берешь в складчину какую-то маленькую яхту со шкипером, это даже дешевле, чем в гостинице. Но, конечно, наверное, это не такая будет яхта, как у Роболовлева. По вашим исследованиям-ощущениям, спрашивает Иван Иванов, какой процент силовиков вас поддерживает? Не было исследований на этот счет, их невозможно провести, потому что поддерживают, а не поддерживают. Но анкетировать себя на этот счет они не позволят. Ну, по моим таким субъективным ощущениям много. Ну, я общаюсь-то с какими силовиками, которые меня задерживают, куда-то тащат, волокут. В доме в моем живут. У меня полдома Росгвардия живет. Там такой наполовину ведомственный дом, и им очень удобно меня задерживать. Они могут прямо из своих квартир выходить, идти в мой подъезд и меня там ловить. Исходя из личного общения, я вижу, что поддерживают больше половины. С оговорками по поводу того, что ты молодец, нам ничего нельзя добиться. Но, конечно, деятельность по борьбе с коррупцией поддерживает все. А вот эти люди изнутри системы правоохранительной, они поддерживают еще больше. Но они же и видят все отлично. И про свое начальство знают. И про эти крыши, откаты, они все знают. Так, видели ли клип про себя в исполнении рэпера Моргенштерна? Видел и даже повесил его везде. Хороший клип, спасибо ему. Так, снова мужчина из Башкирии, который поджег себя. Жертва гнилой системы, пишет Диана. Совершенно правильно. Был в Березняках, пишет Олег Козлов. Там масштабы куда больше, чем на вашей картинке. Это правда, картинка довольно старая. Вот этот обвал, он постоянно увеличивается. И эти вот дома, дачи или что там, какие-то огороды, их постоянно переносят. Я читаю про это в газетах. Действительно, масштаб там довольно большой. Двору спрашивает меня. Алексей, почему не хочешь сделать коллаборацию с Грудининым? Коллаборация бывает между YouTube-каналами. А кандидатов в президенты должны вести избирательную кампанию. И кандидат Грудинин, как и все остальные кандидаты, они не нуждаются в коллаборации со мной. Они нуждаются в том, чтобы они боролись за своего избирателя. Когда я вел кампанию активно, до момента отказа в регистрации, вспомните, я начинал этот эфир с того, что говорил, я вот в выходные был в трех таких-то городах, так-то прошли мои митинги. А в конце передачи я говорил, сейчас я улетаю и буду в трех таких-то городах, ребята, приходите. В каждом городе ко мне приходили люди. Довольно много. В каждом городе мы делали рекламу того, что я приеду. А потом рекламу того, что я проезжал, но приезжал. Это и есть избирательная кампания. Не нужна никому коллаборация с Навальным. Если ты нормальный кандидат, ну так иди и агитируй. Вы видели, чтобы кто-то проводил такие митинги, больше, меньше, любые, где объявления в каком-то городе, дорогие жители Березняков, на главной площади состоится выступление кандидата X любого. Нет таких объявлений, потому что кандидат не выступает. И невозможно вести избирательную кампанию, если ты этого не делаешь. Поэтому какая коллаборация не поможет. Я могу вот сейчас в эфире и остаток избирательной кампании вот прямо за любого кандидата призываться, но результатов по сравнению с теми, которые вы видели только что на слайдах, просто изменений не будет никаких. Ну, люди мыслят рационально. Я, наверное, скажу, голосуйте за такого-то, за Титова. Ну, наверное, кто-то послушает, моим словам проголосует, но это не так важно, не так мощно, как принято об этом думать. Люди, я скажу за Титова, ну, не посмотришь, что за Титов такой. Попытаются разобраться, что он делает. Не смогут найти никакой информации. И подумают, ну, слушайте, если Титов сам не хочет получить наших голосов, условно Титов, да какой смысл-то вообще нам вставать и куда-то идти? Не нужно. Так что, ребят, не будьте более активными, чем сами кандидаты. Не надо быть святее Папы Римского. Невозможно, что вы предлагаете мне эту коллаборацию, а Грудинин не предлагает. Но я его не прошу это сделать. Мы выступаем за забастовку избирателей. Сейчас вот эти вот люди в социальных сетях, мне очень интересно это, смотрите, они пишут, мы сейчас напишем 128 причин, почему нужно пойти на выборы. Вопрос. А кандидаты-то что не пишут эти причины? Как случилось так, что вы по Фейсбуку бегаете, комментарии пишете, и друг другу агитируете за то, что нужно идти на выборы, а кандидаты ваши этого не делают? Ну, где они выпускают ролики? Почему они не рубятся в этих комментариях? Почему они не приезжают на какие-то большие встречи, не доказывают это? Потому что они не хотят, потому что они не желают, потому что им такие условия поставил Кремль, и потому что они знают свою роль. Эта роль заключается в получении одного процента, чтобы нам с вами потом тыкали и говорили, ну вот оппозиция пошла на выборы, получила один процент. Все справедливо. А как же прогноз явки? Прогноз явки мы давать не будем, он не имеет смысла, потому что есть известное социологическое просто правило, феномен о том, что люди всегда завышают явку. Когда у человека спрашиваешь не очень интересующегося политикой, который не ходит на выборы, то не спрашиваешь, пойдешь на выборы? Он говорит, пойду. Потому что это социально одобряемый ответ. Считается, что идти на выборы это хорошо, поэтому люди все говорят, пойду, буду участвовать. Или про прошлые выборы они говорят, да, я ходил голосовать на выборы, хотя он не голосовал. Люди всегда обманывают в этом опросе. Бессмысленно нам делать прогноз по явке, нам нужно бороться, чтобы эта явка была меньше.